Рубин-2 Показывая большой процент владения мячом. Динамовцы всей командой сели в оборону и даже не пытались создать что-либо опасное на половине поля хозяев. Рубин-2 пытался ускорить темп, однако неизменно застревал в дебрях защитной линии динамовцев. На 21-й минуте Федосеев неплохо обвел стенку, однако голкипер Гостей не без труда зафиксировал мяч в нижнем углу. В середине тайма неплохо навесил Артем Петухов, однако Руслан Галиакберов не смог дотянуться до мяча. Игра заставила контролировать мяч, потому что соперник глубоко отскочил и создал плотность большую, которую не получилось скрыть. Не знаю почему. Надо так и работаем. Во втором тайме события развивались по схожему сценарию. На 56-й минуте Максим Лепский не смог переправить мяч в ворота после отличной скидки партнера. Чуть позже первый раз в игру вступил голкипер Рубина-2 Дмитрий Кортнев, а на 78-й минуте Рубин-2 едва не пропустил. Однако нападающий Динамо попал в штангу с нескольких метров. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью 0-0. Ну да, полностью соперник сел на свою половину и тяжело было как-то вскрыть их. Мы чаще играем на контратаках, контроль, все есть. А здесь они полностью сели и неудобно. Ну мы, независимо для нас, где мы играем дома или на выезде, мы как бы гнем свою линию по таблице. Если взять Динамо Киров у них, там мячи особо не славятся забитыми голами, там какого-то опасались. Только вот, ну ярко выражено у них вот этот халявин был. Как бы и все. А так, в принципе, готовились к такой игре. Не хватило, наверное, момента в атаке где-то доработать. Рубин-2 занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч наша команда проведет на выезде с «Изранью-2003». Встреча состоится 15 сентября.